Сегодняшнее Евангелие вроде бы совершенно простое об очередном исцелении, которое совершил Господь наш Иисус Христос. Но если вчитываться в каждую строчку этого повествования Евангелия от Луки, то открываются очень важные смыслы. Во-первых, это произошло тогда, когда Христос сказал Своим ученикам, что мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан на распятие. И вот как раз по дороге в Иерусалим, в городе Иерихон, и произошло это чудо. У ворот города сидел слепой, и вот он услышал шум и спросил, что же это происходит, что за шум. Ему ответили, что Иисус на заре идет. И вот этот слепой стал кричать. Именно кричать, не говорить, именно кричать, чтобы его услышали. Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня. Что значит Сыне Давидов? Во всех пророчествах Ветхого Завета говорилось о том, что Христос, Мессия, помазанник Божий, будет Сыном Давидовым. И пророки так и называли будущую Мессию Сыном Давида. И вот этот слепой, которому сказали, что идет Иисус из Назарета, стал кричать. Иисусе, Сыне Давидов, то есть Мессия, Христос, помилуй меня. Люди пытались его остановить, пытались запредить ему это кричать. Очевидно, это были противники Христа. Так как мы знаем, что за Крестом ходили не только верующие в Него, не только апостолы, не только ученики, но и те, кто хотел уловить Креста на словах и хотел в чем-то уязвить Его. И вот очевидно, эти люди, когда услышали исповедание этого слепца, когда он исповедовал Иисуса Мессией, они стали запрещать Ему. Но он еще громче кричал, Сыне Давидов, помилуй меня. И тогда Христос, остановившись, попросил, чтобы к Нему привели этого человека и спросил, «Чего Ты хочешь от меня?» И тот, будучи полностью уверенным, что Христос даст Ему зрение, сказал Ему, «Господи, хочу прозреть». И действительно, Он тут же был исцелен. И Иисус сказал, «Прозри, вера Твоя спасла Тебя». Здесь тоже есть нюанс, потому что Христос не сказал, что вера Твоя исцелила Тебя. Он сказал, «Вера Твоя спасла Тебя». Когда мы говорим о спасении, в духовном отношении говорится о спасении души. И очевидно, Христос видел веру этого человека, видел, что Он действительно уверовал, что Иисус Христос есть Мессия. И Он исповедовал Христа Мессией, Сыном Давидовым, и по этой вере был и исцелен, и спасен. То есть, уверовал во Христа. И, как сказано дальше в Евангелии, Он в тот час прозрел и пошел за ним, за Христом, славя Бога. То есть, пошел не просто с толпой, чтобы проводить Христа, а пошел в том смысле, в каком пошли апостолы, будучи призванные Христом. Мы помним, что когда Христос позвал первых апостолов, они оставили Сетии и пошли за ним. Также и этот слепец пошел за Христом. И это косвенно подверждает и евангелист Марк, который тоже описывает, так же, как евангелист Лука, это событие. И он называет имя этого слепца, Вартимей. Если бы это был просто человек, который случайно встретился по дороге к Христу, получил прозрение и пошел дальше по своим делам после встречи со Христом, то вряд ли его имя было бы известно. Очевидно, он стал членом христианской общины, стал учеником Христа и дальше следовал с ним в Иерусалим, а потом был вместе с апостолами, вместе с первыми христианами. То есть, столько много смыслов во вроде бы совершенно коротком отрывке. Некоторые считают, что восклицание Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя, которое много раз повторял слепой, это некий прообраз Иисусовой молитвы, которую очень многие люди стараются читать, молиться ей. Это молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. И действительно важно каждому христианину эту молитву при каждой возможности вновь и вновь повторять. Во время езды в транспорте, идя по улице, занимаясь какими-либо домашними делами, потому что это является исполнением слов апостола. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите». Ведь 20 минут утром и 20 минут вечером сложно назвать непрестанной молитвой. А вот Иисусова молитва, как раз это та молитва, которая позволяет нам исполнять апостольские слова. нужно стараться всегда в любое свободное время повторять эту молитву про себя. И тогда Христос услышит нас так же, как услышал этого слепого. И обязательно помилует нас и даст нам и исцеление, и самое главное – спасение. Аминь.